добрый день сегодня я наконец-то распечатала карту абдулова и его жен я беру не все его увлечения я взяла самые такие яркие то есть официальных жен это ирину алферову и вторую жену юлию я забыла ее девичью фамилию но думаю это не так важно а то есть сегодня у меня будет разбор посвященный вот абдулову и его двум женщинам завтра я сделаю такой же разбор по алферовой потому что я думаю это интересно и немножко забегая вперед хочу сказать что во первых не абдулов выбрал по карте женщина похожий на ирину ирина выбрала второго мужа с практически такими же энергиями как у абдулова и я еще рассмотрю любовника жены абдулова но в ту пору когда еще не была жена это сергей трофимов который посвятил ей песни снегири и там в общем история тоже очень похожа то есть у всех у них а союзы являются кармическими то есть у них стоит пятнашка в основании то есть ну вот так вот вышло все вот эти пять пар они бы такие не просто так в общем люди столкнулись и так правду лова ну что мой кумир с юности это понятно потому что у него карта очень похоже на мою то есть ну тоже самое а тот же самый родительский хвост детской диски 11 6 15 у него пятерка по центру по кармической задачи прошлой жизни он является воином и что я хотела бы отметить про воина то есть в классической этом тактовки ну если это применимо вообще-то слова классическая говорится что это человек может проявлять куда агрессию а его вообще задача по жизни быть таким неким коучем нести знания и кстати у абдулова предназначение 15 то есть на вершутхе ему дать те люди которые говорят но собственно то что он был актером и там педагогом это очень ему подходит но любое проявление агрессии для него губительно и в общем что я хотел сказать что вообще говорится что такие люди могут там попадать какие-то там драки смертельные там вещи но что я замечала вот именно в своей жизни во-первых такие люди часто участвуют в разборках по поводу наследства в семье а такие люди вообще часто попадают ситуации по жизни когда им приходится отстаивать свою точку зрения то есть какие-то там там не бывает все ровно то есть необходимо там отстаивать себя на работе там в коллективе в каких-то там ситуациях то есть возникают какие-то такие знаете ситуации даже может быть бытовые где все равно приходится все это отстаивать очень часто это то что я замечала вот у людей с воинским хвостом то есть это было по моему ну их очень много сейчас особенно в россии то есть вот из известных кого я разбирала это была принцесса диана по моему это был разин если не ошибаюсь в общем там надо посадить кого она кидала но вот от тех кого я помню так у абдулова а ну и конечно же я опять это была заворотнюк с таким хвостом в общем наверно посмотреть кого еще сложил и так то есть по задачи прошлой жизни необходимо не проявлять агрессию нести какие-то знания это очень сильный человек это очень человек сексуальный может быть физически очень хорошо развит по карме материального и физического опять же и по непроработанным концам материнского рода но стоит 1855 вот эти энергии означают то что человек может быть творческим может быть как бы мистить какие-то мистические знания у него то есть вот и такой же хвост но помимо меня мы видели у янковского у многих людей которые очень хорошо все проявили именно в сфере кино то есть какого-то такого искусства но причем вот если опять же забегать немножко вперед вот все те дамы которые сейчас представлены это по-моему забыла как ее зовут очень известная сейчас дама которая проталкивает блин не для шинова а вторая такая же вот у нее в общем тоже стоит 1855 тот же воинский хвост блин самая то успешная сейчас ну в общем вылетела из головы не могу вспомнить и так значит один стенд по рождению 11 энергии не стоит под сердечком под зону сердечка у него стоит 22 энергия на карме денег под знаком доллара то есть смотрите у него стоит во первых то что он должен заниматься творческой профессии мы собираем пазлики чтобы понять но также например как мне делаю на консультации то есть во первых профессия должна быть достаточно творческой по 22 энергии это может быть арена это может быть футбольные какие-то вещи что кстати по-одински очень хорошо бы ему подошло то есть жанр эстрады клоунское что-то там даже вплоть до тамады то есть вот это плюс у него стоит 17 энергии на стыке материального и любовного то есть это человек звезда и вот это вот все подытожил но до актерская профессия это вот прям его его тут тут ничего больше не сказать это что он потом потом стал сниматься и как-то нести это в массы там вот педагогика этому было бы просто вот оптимально по первому предназначению у него стоит 12 11 5 и по второму после 40 то есть 5 5 10 то есть после после 40 лет ему до ему вот 2 какая-то педагогическая деятельность была бы очень очень хороша ну как бы вот еще кстати он там помогал строительстве храмов пятерка тоже сюда потому что пятерка это карта жреца то есть в принципе он по своей энергии атакировал неплохо но например вот у него предназначение 15 да то есть люди которые должны говорить ему пятнашка в минусе это карта дьявола то что он был привержен к игре вот опять же вспомним пятнашка была у пугачёвой штура она в талантах то есть вот эти все люди которые в общем-то несут в себе некоторые пороки то есть карта дьявола она певец славы то есть тех кого я говорила у них это есть пятнашка то есть пятнашка в плюсе она помогает людям избежать этих пороков пятнашка в минусе она к сожалению у них заваливается а то что абдулов очень много играл в казино и причем это уже было как бы не такое мимолетное это было очень большое такое патологическая тяга его что он проигрывал огромные суммы денег это известно а работе в казино как бы я знаю не понаслышке ну вот у меня тоже пятнашка но у меня она проиграна немного по-другому возможно у меня были бы деньги я бы играла но в свою молодость там в пору учебы в институте я в казино работала то есть я работала дилером и до сих пор в общем это такие наиболее прям позитивные воспоминания из моей жизни и к слову я вот всегда об этом думала мне очень везло по другую сторону стола то есть у меня были какие-то волшебные комбинации я выигрывала вот ну с вероятностью достаточно высокой то есть за всю пору работы по моему я не проиграла за месяц вот по суммарному ну ни разу и как сейчас я понимаю уже разбирая матрицы что пятнашка мне очень в этом помогала значит вот пятнашка у него была в минусе вот это такая картинка по алфёровой раз мы разбираем пару алферова родилась 13 марта 51 года у нее 13 энергия по рождению то есть человек трансформатор но это скорее ее портрет а сущность у нее то есть вот то что как бы человек вот родился это его портрет а вот как бы внешняя оболочка грубо говоря то есть да она тоже имеет значение но может быть не самая сильная а самая сильная то что стоит посередине ну вот я вот эти слов не стоит десятка то есть это знак такое как бы во-первых какой-то цикличность это пустота густота во-первых того что человек может положиться на волю судьбы и расслабиться вот это его хорошая часть по кармическому хвосту прошла жизнь и она бунтарь то есть это человек который во-первых но идет это как бунтарство да что она может его как бы вот пойти вопреки до всем своему стоя например там в не было в семье актрис она взяла и пошла что в общем то и вышла или когда она пошла первая там на конкурс карты в этом городке то есть это тоже была как бы вызов таким устоем но ее тренажка еще помогал то есть у него вот как бы вот этот вот вызов какой-то хотя она такая очень в общем когда не смотришь такая тихо мирная вот этот вызов не присутствует это и тренажка этой вот эти энергии ну плюс ко всему не стоит тройка в талантах то это замечательная мать та замечательная такая вот именно женщина-императрица тут она очень к этому подходит и хотя я свой ребенок у нее один она позже стала там матерью своему племяннику и матерью и детям второго мужа то есть это ее прям амплуа очень удачно и вот по двадцаткам у нее двадцатка стоит под знаком сердечко двадцатка стоит самой нижней точке то есть это человек который может что-то принести новое для своей семьи свою семью какую-то новую главу открыть вот мы и уж это новое еще у кого-то я видел и то есть вообще вот родовые какие-то такие сценарии для нее будут самыми главными это опять же так и есть потому что там после смерти сестры она взяла своего племянника для нее всегда семья в общем-то на первом месте она свои двадцатки четко отыгрывала на зоне финансов и здоровья не стоит 16 энергия но по счастью с это в общем как бы о духовности либо в таком отрицательном этом это разрушение ну по здоровью вроде бы у нее все слава тебе господи в порядке но вот по карьере насколько мы помним ее не очень любили снимать несмотря на то что она была очень красивая женщина и в театре тоже больших ролей ей не давали то есть я вот смотрел интервью с ней однократно да она очень хорошо танцует она сейчас играет по-моему в эндерпризе но вот тут как бы такой известности да как она могла бы играя в линкоме она не да не дать не достигла слова и ходила конечно же на юнуну и авось но к сожалению по возрасту и по всему я уже не застала того состава когда был карачницах абдулла халферова вот очень бы я хотела это все увидеть а значит под знаком денег у нее тоже стоит тринадцатая энергия так же какая она по рождению то есть это тоже может показывать но я уже тоже об этом упоминала какие-то такие вещи да что-то связано с риском либо например да цикл начинается заканчивается но я бы еще хотела отметить вот что тринадцатая энергия вот почему я не люблю в картах совместимости она если не проигрывает с каким-то такими вот потерями да то потери могут быть внешне то есть например если пара там не постоянно не ругается на скандале то к сожалению какие-то потери могут идти извне то есть если пара например не занимается там каким-то экстримом там да они спасают людей раненых то скорее всего такие потери могут быть там среди каких-то родных близких и прочего вот почему сейчас карту совместимости их найду у них это присутствует я хотела просто проиллюстрировать секундочку и у них с Абдуловым так получается что тринадцатая энергия стоит под знаком сердечка 15 они по совместимости по центру то есть я уже говорил этот союз кармический он может быть достаточно тяжелым у них несколько тринашек вот чего я активно не люблю вот вот правда у них тринашка стоит в первом предназначении то есть у них стоит 20 13 и 6 то есть вот они могли бы через вот какие-то такие преодоление тринашки на земном на земной как бы линии да выйти какой-то вот такой вот глубинной общности по духовной но думаю что они этого не не прошли потому что не стоит тринашка под знаком сердечка то есть это что может быть то может быть в паре постоянные вот такие помирились поругались то есть это постоянные вот такие взрывы и у них же она стоит в талантах у них как бы не прям там кардинально много тринашек я видела и больше но это присутствует плюс еще стоит пятнашка и тринашка у ирины проиграна как бы ну не совсем хорошо то есть потому что на зоне финансов они тоже как бы так не ахти то есть я думаю вот это вот очень сильно их пару трясло когда они играли с любимыми не расставайтесь я думаю вот это очень хорошо характеризует вот именно этот брак который бы я по тринашкам бы описала то есть любовь на невозможность быть на постоянных нормальных отношениях это какой-то такой нокаут это постоянные скандалы расставание вместе не могут и в росте ужасно и в общем это все до психушки вот это прямо иллюстрация тринашки в точку то есть они по сути сыграли вот свою карту совместимости что по второй даме касаемо но я кстати не смотрела прогнозе по годам можно было посмотреть что у них там получилось детьми тоже кстати интересно но тут тут неоднозначно у алферова был ребенок почему у них не было совместных детей как бы такой точки зрения на самом деле точек зрения выражали да алферова просто говорить там бог не дал там кто-то говорит не хотели кто-то говорили что вообще это было невозможно но в общем детей у них нет хотя я думаю это была бы такая неплохая очень идея ну вот так вышло что касаемо второй дамы юли то есть во первых у них карта с алферова очень похожа она тоже бунтарь у нее стоит у нее немножко перевернуто то есть у ирины в талантах стояла тройка она по рождению 3 числа у нее также стоит по центру десятка то есть то пусто то густо она бунтарь но у нее немножко другие энергии стоят по знакам доллара у нее стоит семерка то есть семерка это лидер это может быть человек достигатор это может быть человек сразу занимающий какое-то лидирующее положение там очень хорошую должность и так в общем то и было причем у нее семерка стоит в талантах 7-6-17 то есть так как это звездность и известность и шестерка я думаю в этом случае как раз про умение собирать коллектив если посмотреть биографии то она работала у известного бизнесмена Шабтая да она была по-моему секретарем у нее был дядя которого там пытались посадить за растраты то есть она была из очень богатой семьи изначально то есть она всю тусовку знала задолго до Абдулова и она была первый раз замужем за очень известным человеком там сыном какой-то медиамагната то есть она в общем-то стояла по ногах на ногах покрепче то Абдулова и до того у нее уже был роман с Трофимом по которого я кстати думала что это он не оставил ну вроде как по слухам она сама ушла то есть девушка была далеко не проста и причем по тем временам она мне так нравилась внешне такая брюнетка роскошная сейчас когда я смотрю ну как-то у меня уже нет такого впечатления но в принципе то есть это была такая роскошная уверенная в себе очень обеспеченная дама и тут я даже бы сказала что она была более выигрышной партией чем Абдулов тем более что Абдулов в этот момент уже был далеко не молод да в молодости вот на мой взгляд ему равных не было он просто прекрасен я просто обожаю фильм чародеи вот обаятельно и привлекательно то есть я вот вообще от него просто без ума но надо отдать должное как бы на тот момент ему уже было там к пятидесяти что-то она была молодая дивно хороша собой по деньгам она я думаю была даже более гораздо обеспеченная у нее были гораздо более интересные партии но тем не менее вот так вышло но говорят что он очень долго за ней ухаживал и так то есть она была тройкой у нее стоит семерка по деньгам первом предназначении у Абдулова тоже есть семерки возможно как-то этим она она его зацепила точнее он ее она то его понятно зацепила он как бы ее по деньгам я уже сказала по карме финансов у нее стоит 22 энергия то есть это какая-то звездность такая медийность 5-9 5-9 я думаю не проигралась скорее что вот она шла с семейным кланом но это у нее из минусовой точки стоит потому что родители и дядя там ей сильно помогли хотя после этого отец от них уехал и в общем как-то там связь прервалась ну как это говорится по крайней мере по карте их совместимости с Абдуловым у них тоже стоит по центру 15 энергия то есть этот брак тоже кармический но под сердечком у них стоит не 13 энергия как у них салферы почему их долбила постоянно 19 а 19 энергия это про счастье про дом, про детей про очень спокойную такую тихую гамань именно про лужайки про все вот это и вот мы сразу видим как эта карта меняется и плюс под сердечком у них стоит а вместе 11 энергия то есть 11 энергия у Абдулова была в большом довольно плюсе то есть у них все пошло вот таки нормально по земле у них идет 18 энергия то есть это в минусе может конечно проигрываться все то что вот говорилось тогда измены все но во-первых тут уже как бы и возраст конечно сказался не до измен было но вот 19 в их зоне совместимости я думаю им очень сильно помогла вот реально очень сильно помогла и она вытянула их союз и даже вот у них позже появился ребенок то есть все сложилось замечательно да союз был достаточно недолгий к сожалению ну вот так оно вышло можно конечно потом посмотреть по годам появление ребенка по сути единственного в его жизни ну как бы Ксению Алферову он да воспитывал ну если смотреть по окровным то оно вот так что-то еще по их карте совместимости да в общем то нет но тут просто на этих картах наглядно видно что как вот энергия под сердечком она меняет эти отношения да если бы например у Алферовой и Абдулова тренажка была в каком-то там супер плюсе да либо например они вместе занимались чем-то экстремальным хотя например вот то что они снимались в кино это в общем то можно к этому отнести то тогда возможно их брак бы устоял но оно вот так а завтра я в общем разберу браки Алферовой потому что у нее тренажка присутствует и во вторых отношениях но я там просто покажу почему она отыграна по-другому ну вот это все что я хотела сказать по поводу абдуловских романов мелкие я брать не стала потому что там как бы не с числа я думаю что основные женщины у него вот эти ну вот в общем то и все ну вот в общем то и все Продолжение следует...